Вот это объявление коммерческого характера, что висит на заборе, говорит о том, что владелец участка не остановится на трех этажах. Чтобы в Хостинском районе не появилось еще одно высотное здание, на место выехали представители районной администрации, сотрудники полиции и активная общественность города, студенты и волонтеры серебряного возраста. Мы выбираем природу! Мы против незаконного строительства! Мы против незаконного строительства! Зеленую зону не давите монолитам! Все понимают, город перенасыщен строениями, а ведь это курорт, где должны поправлять свое здоровье миллионы граждан России и иностранных туристов. Сейчас задача номер один – остановить незаконный строительный бум на побережье. Молодежь не безразлична это, и ведь не только молодежь, старшему поколению тоже не безразлична. И мы будем бороться с каждой новостройкой, которая строится незаконно. Сотрудники полиции уже выдавали предписание хозяину стройки на приостановление деятельности, но рабочие здесь появились вновь. Их отправили сегодня в отделение полиции для проверки документов и выяснения причин пребывания на объекте. Согласно поручению мэра Сочи, коммерческие строения необходимо выявлять на раннем этапе, а не дожидаться возведения десятка этажей. В разрешении на строительство указаны параметры данного объекта. При обмере, который был при акте обследования, который мы проводили, было выявлено, что данный объект, находящийся вот здесь за моей спиной, на 100 квадратных метров больше, разрешенного, что дано в разрешении. Ну и сама планировка, и как мы видим, и все, что здесь сзади меня висит, локация, что продается квартира, то есть это явное нарушение разрешенного вида использования. Акт о нарушении площади застройки, составленный Управлением муниципально-земельного контроля и администрации района, передан в правовое управление администрации города. На его основании в суд подано исковое заявление о приведении строящегося здания в соответствии с разрешительными документами.